Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мучает чувство вины, на работе произошла ситуация, я работал у неадекватного начальника, он пассивно-агрессивный человек. Постоянно на фигуре угрожает, я работал с ним долго, как бы удавалось давать ему отпор, но впоследствии он все-таки меня достал, я почувствовал себя беспомощным, не знал как дальше работать. В последние стычки я потерял силу и смолчал. В итоге меня перевели через некоторое время от него, первое время мне было легче, но в том коллективе мне тыкали носом, что нужно было его побить и т.п. Теперь я винил себя за то, что не побил его. Не дал ему отпор, хотя с ним никто не хочет связываться, он больно, но на словах все герои и попрекали меня за то, что я дал слабину. Не могу избавиться от чувства вины и мысли постоянно стоять слабак, не смог постоять за себя. Постоянно думаю о том, что нужно было побороться с ним, чувствовать себя слабаком, хотя до этого все было нормально. В голову лезли всякие депрессивные мысли, я не знаю, что делать, как избавиться от этого состояния. Ну, смотрите, я думаю, что вот речь идет о вашей самооценке и неверенности в себя. Мне кажется, что вы в принципе в данном случае оказались как-то в позиции жертвы. То есть вы изначально в этой ситуации чувствовали себя в подавленном состоянии. Изначально в этой ситуации была такая парадигма, что вы находитесь вот в неком заведомо проигрышном положении. И, соответственно, болезненно реагировали на пассивное, агрессивное, как вы сами говорите, поведение вашего начальника. На мой взгляд, основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вы вопрос своего, ну, допустим, самоутверждения, да, вы пытаетесь решать силой. То есть вы здесь, получается, выступаете, как бы, ну, можно сказать, приверженцем. Приверженцем культа силы. И основная проблема заключается в том здесь, что всегда найдется, как бы, кто-то, да, сильнее вас. То есть всегда будет, ну, всегда будет кто-то, кто сильнее вас. Всегда будет кто-то, кто вот, так скажем, будет в лучшем, что ли, наверное, так будет правильно сказать, да, в лучшем положении, чем вы. Вот. К сожалению. И, как бы, постоянное оспаривание этой позиции приводит к тому, что вы недовольны, как бы, своей позиции. То есть вы недовольны, ну, грубо говоря, собой. Понимаете, да? Какая штука. Вот. И, в общем и целом, ничего, как бы, хорошего из этого не получается. Как правило. Следующий важный момент, на который я бы хотел обратить вам, ваше внимание, заключается в том, что чувство вины, конечно, как правило, связано, ну, понятное дело, да, с нарушением личных границ. То есть вы позволяете, как бы, другому человеку нарушать ваши личные границы. Почему? Да? Почему? Потому что вам сложно, ну, в этом смысле, сложно обращаться, по-видимому, со своими чувствами. То есть вот, какие-то чувства являются, скажем так, для вас запретным. Вот. Ну, например, чувство, допустим, чувство слабости. Чувство того, что вам неприятно. То есть, если вы, вот, ну, вопрос, как бы, ну, вопросы предпочитаете, там, допустим, решать дракой, да, то есть, вот, ну, для вас как-то это, вот, ну, приемлемо. Вот. То, соответственно, чувство слабости здесь, вот, для вас, ну, естественно, как бы, нежелательно очень. Вот. А оно, как бы, в рамках, вот, ну, в парадигме психологической жизни человека является вполне адекватным состоянием. То есть, я могу чувствовать себя слабым, я могу чувствовать себя беспомощным, я могу чувствовать себя бессильным, я могу чувствовать, что я чего-то не могу, да. Потому что, ну, в иерархии это, в принципе, нормальное, нормальное явление. Вот. Вы бы это сами бы прекрасно, ну, прекрасно чувствовали, вот, если бы принимали своё место, принимали бы свою позицию. Не в том смысле, что вы должны мириться с какой-то ситуацией, с какой-то позицией, да, которая вам, например, не подущает. Ни в коем случае не в этом смысле, не об этом здесь идёт речь. Речь идёт о том, что если я где-то нахожусь, ну, где-то, вот, просто где-то, если я где-то нахожусь, с кем-то нахожусь, вот, то это мой выбор. То есть это принятие, как бы, личной ответственности в данном случае. Можно говорить о том, что вот вы на данный момент свою личную ответственность за, ну, за ситуацию, да, не принимаете. То есть, как бы, желание такого, ну, возмездие, как бы, это желание отыграться, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, желание отыграть связано именно с тем, что вы пропускаете неудовлетворенность, например, неудовлетворенность своей позиции, своего места, да, вот. И либо не имея возможности его менять, либо боясь его менять, ну, по ряду причин, да, вот, вы переключаетесь, переключаетесь на другого человека. Потому что руководители, начальники, они бывают разными, они совершенно не должны быть, ну, хорошими. Да, они, в принципе, разные, такие, какие они есть, и всё, вот. При этом, обратите внимание, что такое ощущение, что, как бы, чувство вины у вас больше всего вызывает то, что вам, ну, как бы, коллектив... Как вы говорите, коллектив, коллектив, ну, на вас давил, вот, коллектив на вас давил. В смысле, помочь, чтобы вы, значит, там, ну, подрались с этим товарищем, вот. То есть, как будто бы не столько вы сами, да, ну, хотели этого. Сколько вот ваша такая вот задача быть на хорошем, там, не знаю, счету у коллектива. Как будто бы вот это, вот это вас волнует. Ну, и, в общем и целом, это, конечно, на мой взгляд, показывает, в первую очередь, вашу... вашу, так скажем, не самостоятельность. Вот. То есть то, что... на себя опираться вам сложно. И то, что вы зависите от... ну, возможно... мнения других людей. Вот. И, на мой взгляд, это то, что необходимо... корректировать. Ух. То есть, иными словами, работать с... э... уверенностью в... э... себе. Вот. Таким образом, вы смогли бы, ну, вот... в этом смысле... решить эту проблему, когда... эм... опирались бы на себя. Вот. Ну, только на себя, скажем так. Опирались бы. Сейчас... Сейчас, на данный момент... эм... такой опоры нет... у вас. И это... эм... вас... ну, подавляет, скажем так. Вот. Что естественно. Что... нормально. Потому что... извините, да, ну... как бы, если вот... эм... человек... эм... не может на себя опер... опереться, да, если человек... если человек, вот... эм... сложно... сложно на себя опереться. То, конечно... будет в этом смысле. эм... эм... проблемы... и... конфликты... и... так далее. Вот. То есть, как бы... ну, ничего удивительного в этом, на мой взгляд, нет. Абсолютно. Вот. Поэтому, что бы я рекомендовал? Эм... я бы рекомендовал... эм... я бы рекомендовал... в первую очередь... эм... личностный рост... эм... вот... то есть, я бы рекомендовал... эм... именно... именно, вот... личностный рост. То есть, что это такое... эм... что такое личностный рост? Это вот... в какой-то степени, да... отход... эм... от... эм... тех... эм... ценностей... которые у вас... эм... имеются сейчас. Речь идет... конечно... про решение вопросов силой. отход от этих... эм... ценностей и... переход немножечко на... эм... эм... ну, на другие... на... переход к другим... ценностям. эм... вот... более... более... так скажем... эм... корректные более... эм... эм... более... эм... ну, давайте... давайте скажем так... более жизнеспособны. Да? Назовем это так. А... для этого, конечно, нужно... чтобы вы... эм... к себе относились. эм... ну, лучше... для этого нужно, чтобы вы... изменили... к себе отношения. уже... самому. вот... вот... потому что... все остальное вас оставляет желать лучшего. вот... работать с личными границами и... эм... с вашими интересами, со страхами... потому что там... а мне, например... показалось... а... что... вас... пугает... эм... такой человек. то есть... вот... ваше такое агрессивное, допустим... поведение с ним... а... оно... связано именно с тем, что вы боитесь. вот... вопрос только в том, чего... вот... чего конкретно вы боитесь и... что конкретно вызывает... что у вас страх, вот, на мой взгляд, это очень важный момент, на копёре вам нужно обратить своё внимание, конечно же, вот, наконец, последнее чувство вины, есть злость, невыраженная злость и психолог может вам помочь её прожить, вот, прожить, так скажем, это чувство, чтобы оно вас не отправляло, чтобы оно вас не мучило, я бы так сказал, потому что сейчас есть ощущение, что вы мучаетесь, ну, вот, с чувством вины мучаетесь, может быть, что-то ещё есть, вот. На этом всё, пожалуй, я надеюсь, что это было полезно вам, интересно, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.